Мураль. В или на зимпульках жили-были тю и тьфу. И были они на 50% бананы, на 98% обезьяны, на 99% свиньи и на 70% вода. Та еще смесь. Однажды нашли они железку. Провели спектральный анализ и выяснили составляющие. Ванадиви от 0,10 до 0,20. Кремний САЙ от 0,20 до 0,40. Малибден МО от 0,20 до 0,30. Марганец МН от 0,20 до 0,70. Никель НАЙ 0,30. Фосфор Пи 0,040. Хром СР от 1,40 до 1,70. Сера С 0,040. Как вы уже сами и догадались, это была сталь 90ХМФ. Но в этой железке была еще и дырочка, явно не зимпулькинского происхождения. Посмотрели тю и тьфу в эту дырочку и их осенило. Если нацелить дырочку на какой-то предмет, явление, букашку, цензура, рифма запрещена, то сквозь нее видно то, что видит глаз. Собрали консилю. Долго спорили, на что смотреть сквозь дырочку. Один тю сказал, что через дырочку можно смотреть на ускорение заряженных частиц во встречных пучках и предназначена она, дырочка, для разгона протонов и тяжелых ионов, ионы свинца. Тьфу усомнился. Мол, зачем такая глупость? Тю ответил. Если изучить ускорение столкновения частиц можно стать как абсолютус абсолвера, по нашему 100%. Но другой тьфуефец не хотел смотреть дырочку вообще и сказал. Не хочу. Мы же собрались захватить тяпов и ляпов. Товарищи, к бою! Поднялся шум. Одни кричали позор, вторые, даешь смотреть в дырочку, третьи, несправедливо. Надо раздать всем по дырочке. Четвертые плевали на дырочку и агитировали. Нас захватили, хватит тяпы и ляпы, и тогда никакая железка нас не спасет. Давайте их первыми захватим. Тю и Тьфу, которые нашли железку, поняли, что прессованы целлюлезы с примесями. Для того, чтобы смотреть дырочку им не дадут, а без нее смотреть дырочку не хотелось. Старый и мудрый Тю по фамилии Тю. Тю-Тю. И покрутить пальцем у виска. Посоветовал молодым энтузиастам с дырочкой поддержать войну, потому что она, как известно, двигает прогресс. Поддержали. Схватили свои танчики и пугалки, прибежали к тяпам и ляпам и говорят им на бананово-свино-обезьяньем языке. Сдавайтесь. Те испугались и сдались. Тю-Ивцы и Тьфу-Ивцы стали проводить навязчиво-агрессивную политику гуманности. Построили резервации. Добросердечности. Разрушили резервации. И просвещение. Показали тяпам и ляпам железку с дырочкой. Ну, как ни старались, тяпы и ляпы не могли посмотреть сквозь дырочку, потому что у них на носах были прищепки. Если смотреть издали, объект, на который нацелена дырочка, расфокусируется и узреть заряженные частицы невозможно. Тью-Ивцы и Тьфу-Ивцы потребовали поснимать прищепки и сказали, мы вас захватили, ассимилируйтесь, долой прищепки. Тяпы и ляпы перегнянулись и говорят, с какой стати? Да с такой, отвечают Тью-Ивцы и Тьфу-Ивцы, чтобы увидеть Абсолютус Абсолвера, по-нашему 100%, и преобразиться. Тогда вам дадут целлюлезу, желательно немеченными купюрами, и будет вам счастье. Не хотим и не будем, запротестовали Тяпы вместе с ляпами. Пусть лучше Абсолютус Абсолвера смотрит сквозь дырочку нас. Вот тогда и наступит целлюлезное счастье во всем мире. Долго и нудно спорили Тяпостью-Ивцами, ляпость-фу-Ивцами. Друг видит, а один, настоящий имя персонажа, историю умалчивает. Просунул в дырочку пальчик. Все ахнули и замерли. Дети заплакали, женщины закричали, мужчины заматерились, старики расплевались. Ты же перекрыл Абсолютный канал. Ах ты, жлопихатель! С этого момента антигероя так и будут звать. Злопихатель говорит. Тот, у кого нет пальчиков, пусть первый бросит меня гранулометрическим элементом. Посмотрели на себя Тяпы-Ляпы, Тю-Ивцы и Тьфу-Ивцы и ужаснулись. Оказалось, у каждого есть устройство перекрытия Абсолютного канала, дырочки. И случилось в мире большое повсеместное обрезание пальчиков. Ужасно, но не смертельно. И стали вышеуказаны одним народом, одной нацией беспалых. Хорошо это или плохо, судите сами. Но это дало им право. С большой буквы право притеснять и бить злопихателя. С большой буквы они надавали ему щелбанов, подзатыльников, пинков и отняли железку. Наложили на него анафему, еще много чего наложили. И поплелся он за 3-9 земель. Там он записал эту историю и сделал вывод. Вывод, окончательное мнение о чем-то логический. Итог, сделанный на основе наблюдений, соображений или рассмотрения определенных фактов. Умозаключение – это вывод, сделанный на основе набора фактов или условий. А вывод такой, в общем, мураль это все. Эпилог. Думаю, тебя все же интересует, что же это за железка с дырочкой. Рада сообщить. Сталь 90ХМФ применяется для изготовления опорных волков всех размеров и бандажей, листовых станов для горячей прокатки металлов без механической обработки. Соответственно, дырочка появилась. Ну, а она ведь не зимпулькинского происхождения, так откуда мне знать? Субтитры создавал DimaTorzok